В освобожденной от оккупантов Буча уже похоронили больше 300 убитых мирных жителей. Об этом сообщил руководитель ритуальной службы города. На одной только улице нашли 15 тел со связанными руками и огнестрельным ранением в голову. По его словам, многие люди похоронены в огородах, во дворах. Точное количество убитых пока назвать никто не может. Буча была в оккупации месяц. Русские солдаты прикрывались мирными жителями и их жилищами. Это единственная причина, по которой врагу удалось так надолго здесь закрепиться. Благодаря усилиям наших военных, которые не упускали ни одной возможности ударить по врагу, русскую армию удалось выгнать. Рали их там, прошли все, всех накрыло, всех накрыло. Они бегали, покидали оружие, бегали, куда нам бежать, кричали. Откуда бежать? Откуда вы пришли? Туда и бежите. Украинских солдат здесь встречают со слезами на глазах. Это Валкаин! Это Валкаин! Парни, вы же нас не покидайте, мы еле выжили. От реакции местных я сам прослезился, это была неподдельная эмоция. Когда мы говорили «добрый день», люди начинали просто плакать. Некоторые улицы и места в Буче стали братской могилой. Только на этой улице мы насчитали около 20 мирных, которых расстреляли русские. Им связывали руки за спиной и стреляли в затылок. О судьбах этих мирных людей, убитых из-за нечеловеческой жестокости, говорить без слез невозможно. Женщина тут в подвале сидела, говорит мне «Таня, иди там, у нас в подвале двое лежит, может там твой». В подвалах оккупанты устраивали пыточные. Была комната для допросов, а в соседней пять замученных людей со связанными руками и прострелянными головами. Практически каждый дом, каждая квартира разграблены, вывернуты, все шкафы. Искали деньги, украшения, одежду. Полностью в девятиэтажке вырвали все двери. И искали ценные вещи, чтобы домой себе привезти. После ухода русских, оставивших кровавый след на земле, сюда неизвестно, когда вернется детский смех и счастливая жизнь. Прощения для России за все зверства и убийства мирных и безоружных не будет никогда.